Турция и ее жители не преследуют ненависти к армянскому народу. На сегодня в Турции на заработках находятся более 100 тысяч граждан Армении. Все проблемы с руководством Армении. Об этом в очередной раз заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам своего днюхневного визита в Азербайджан. Эрдоган в качестве почетного гостя принял участие в военном параде на площади Азадлых, приуроченной победе Азербайджана в 44-дневной отечественной войне. Во время своего выступления на параде турецкий лидер также пожелал армянскому народу избавления от порабощения диаспоры, которая обрекла их на бедность, скармливая ложью прошлого. Очевидно, что ничего не удастся достигнуть при поддержке западных империалистов, и отношения должны быть пересмотрены на основе добрососедства, а не вражды. Если армянский народ извлечет уроки из того, что происходит в Карабахе, это станет началом новой эры в регионе, отметил Эрдоган. Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, и жить они будут лучше, подчеркивал он в своих выступлениях. А в Армении ненависть к Турции и Азербайджану возведена в ранг госполитики. Первые лица Армении говорят такую несусветную ересь, что хоть уши затыкай. Ярким примером является выступление экс-президента Армении Роберта Кочаряна на заседании в ПАСЭ в январе 2003 года, в котором он отметил, что азербайджанцы и армяне этнически несовместимы, чтобы жить вместе. Тезис в духе фашистской идеологии гитлеровской Германии. Преемник Кочаряна Серг Сыркнян в одном из своих интервью сказал следующее. До хаджалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло. Армяне, выдающие себя за миролюбивых и многострадальных, испытывают ненависть ко всему, что связано с турками и азербайджанцами, способные трезво оценить ситуацию и вести себя адекватно в самое меньшинство. Тому наглядным свидетельством служит архивное видео. В декабре 2005 года представители Кавказского центра миротворческих инициатив в рамках проекта «Миротворческий десант» побывали в Ереване и 10 регионах Армении, затем в Ханкенде и в районах Карабаха. В каждом из пунктов проекта проходили общественные обсуждения. Темой обсуждения было отношение армян к азербайджанцам и желание или нежелание армян жить с азербайджанцами в пределах общепризнанных границ неделимой Азербайджанской республики. Если армяно-азербайджанский конфликт разрешится и азербайджанцы вернутся, как вы думаете, и мы сможем продолжать жить вместе? Ни в коем случае. Невозможно. Почему? Не пустим, чтобы вернулись. Если вернутся, значит Армения исчезнет. Мы еле от них избавились. Хотя бы эти 30 тысяч километров спасли. А ведь в советское время мы неплохо вместе жили. Нехорошо жили. Культурный вопрос решить легко. Чтобы друг к другу ходили, тоже можно решить. Но вражда останется. Это же не из-за Азербайджана и Карабаха все закрыто. Правда, причина в нас, что дороги закрыты. Правильно, в нас причина. Ну, что мне сказать? Эти вопросы мы не можем решить. Раньше... А раньше ведь хорошо жили. Все народы вместе. Ничего между нами не было такого. И не то, что или карабахцы, или турки это все сделали. Это разрешение было сверху. И уже что мог сделать народ? Неграмотный ведь народ. Мол, отделяемся от Баку. Народ думал, что если присоединимся к Армении, лучше будем жить. Говорили, хорошо будет. А так получилось, что сейчас они миллионеры, а мы ничто. Например, наши учителя нам внушают, что азербайджанец наш враг. Он сделан нам много плохого. Мы же еще больше стали ненавидеть азербайджанцев. Я сейчас спрашиваю своих соотечественников. Разве нам не нужна была эта война? Разве бы мы имели то, что сейчас имеем? Нет, конечно. Мы умирали. Карабахцы умирали. Они переставали быть армянами. И тот факт, что война была и принесла с собой такие жестокости, можно было это где-то предвидеть. И для войны это нормальное явление. Понятно, что после войны бывают беженцы, разбитые судьбы, инвалиды и так далее, и так далее. Это наша внутренняя проблема. Мы должны решать. А насчет того, чтобы открыть дверь и пригласить сюда азербайджанцев, я не хочу, чтобы в моей стране снова жил турок. Я хочу, чтобы мой ребенок был сильным духом. Если даже весь мир будет называть нас оккупантами. Я принимаю. Я оккупант. Я захватил территорию и несу ответственность. Пусть турки себе живут. Что им от нас нужно? Мы с ними жить не можем. Это не народ. Это племя. Племя было это. Племя. Надо все это племя перерезать, уничтожить и одного в пробирке со спиртом держать. Да ладно тебе, дядя, подожди. Одного надо в спирт положить и будущим поколениям показывать, что в мире было такое кочевое племя. А то, что нас сохраняет, нас армян сохраняет, это наш язык, наша культура и наша вера. Это нас держит. Все. Личность, христианскую веру имеющая, с исламом не может жить. Я родилась в Ханлавском районе, в селе Мартунашин. И когда в 1994 году переселилась сюда, я как человек, не как армянка, как человек, я очень плохо себя чувствовала, когда видела детскую обувь, детскую коляску и другие вещи. Ведь люди жили в этих домах. Как человек я очень переживаю. Но как армянка говорю, мы не можем жить вместе. Невозможно, чтобы мы вместе жили. Невозможно. Если мою деревню отдадут, конечно, поеду, но только не в составе Азербайджана. Невозможно. Мы воевали, взяли эти земли. В нашем поколении укоренилась эта вражда. Чтобы он пришел, и я к нему пошла, и мирно с ним разговаривала, это невозможно. Если я его увижу, я не смогу спокойно ему ответить. Что-нибудь обязательно сделаю. Я хоть и девочка, но сделаю. Если они вернутся, та же история повторится. Через несколько лет. Если вопрос будет положительно решен, наша дружба обязательно будет продолжена. Не нужно. Не нужно. Я говорю то, что думаю, то, что видел. Я то, что видел, говорю. Когда я в аварию попал, и турок машину у себя во дворе спрятал, чтобы ГАИ не поймала. Это было. Разве не дружба эта? Что это, партия приказала? Это конкретно не дружба. А что это? Что? Это просто оказание помощи пострадавшим. А что, враг врагу помогает?